Давайте приступим к третьей части нашего маркетинг-плана. Занятие 2.3. Уровни дистрибьюторства. Уровень дистрибьюторства, возможно, немного сложная тема для понимания, но ее необходимо понять для того, чтобы понять маркетинг-план и использовать его на все 100%. Всего в компании существует 5 уровней дистрибьюторства. Первый уровень дистрибьюторства называется торговый представитель. И есть всего один способ, как можно стать торговым представителем. Это набрать 10 тысяч личных баллов. То есть личные баллы. 10 тысяч ЛПВ. 10 тысяч личных баллов, можно сказать, это некая активация вашего аккаунта на бизнес. С того момента, как на вашем личном счету есть 10 тысяч личных баллов, у вас начинает учитываться ваш групповой товарооборот. То есть те баллы, которые проходят в вашей левой и правой ветках, учитываются у вас как групповые баллы. И вы начинаете накапливать бинарные шаги, что позволяет вам впоследствии зарабатывать. Важно здесь также заметить, что с 2020 года, с февраля месяца, не обязательно верифицироваться, для того, чтобы у вас это учитывалось. Если до этого момента необходима была верификация, то есть предоставление всех необходимых документов компании, которые подтверждают вашу способность зарабатывать на легальных условиях. То есть это либо открытие ИП, либо самозанятость, открытие счета и остальные документы. Сейчас для того, чтобы у вас начал учитываться ваш заработок и накапливаться на вашем счету в компании, не обязательно верифицироваться с самого начала. Вы можете верифицироваться тогда, когда посчитаете нужным. У вас уже будут копиться ваши выплаты, вы можете накапливать эти деньги неограниченное количество времени, вы можете даже закрывать ранги и подниматься по карьерной лестнице. Второй уровень дистрибьюторства называется агент. Начиная со второго уровня, есть два способа, как можно достичь того или иного уровня. Первый способ, он достаточно простой для понимания, это личные баллы. То есть если вы набираете 300 тысяч личных баллов, неважно за какое время, у вас статус становится агент. Третий уровень называется спецагент. Чтобы стать спецагентом, можно набрать 700 тысяч личных баллов. Четвертый уровень называется дилер. Чтобы стать дилером, можно набрать полтора миллиона баллов. И последний, максимальный уровень дистрибьюторства называется эксклюзивный дистрибьютор. Чтобы стать эксклюзивным дистрибьютором, необходимо набрать 2,4 миллиона баллов. Здесь стоит отметить, что когда я слушал маркетинг план в первый раз, мне показалось, что это очень большое количество баллов. То, что это завуалированные вынужденные закупы. То, что компания говорит, что вынужденных закупов нет, но 2,4 миллиона баллов набрать надо, если ты хочешь зарабатывать деньги. На самом деле это не так. Все вот эти ограничения, уровень дистрибьюторства, они созданы для того, чтобы защитить нас, добропорядочных, добросовестных атамианцев, от злоумышленников, от жуликов и хулиганов. Потому что если бы не было этих ограничений, то маркетинг план можно было бы эксплуатировать таким образом, то, чтобы многим партнерам было бы гораздо сложнее зарабатывать. Почему я это говорю? Потому что есть второй способ, как можно подниматься по этим уровням дистрибьюторства. И этот способ можно назвать естественным ростом в дистрибьюторстве. Этот естественный рост обусловлен росту вашей потребительской сети и вашему групповому товарообороту. Если первый способ повышения уровня дистрибьюторства, он понятный, такой метод в лоб, это количество личных баллов. Второй способ, это количество групповых баллов за предыдущий месяц. То есть вы можете подняться на уровень агента, если у вас за предыдущий месяц прошло в два раза больше баллов, чем нужно для достижения агента по личным баллам. То есть если 300 тысяч личных баллов нужно, умножаем на 2, получается 600 тысяч групповых баллов за прошлый месяц. При этом еще есть условие, что в прошлом месяце вы должны были иметь предыдущий уровень дистрибьюторства. То есть скажем, если в январе, вот в январе вы стали торговым представителем, и в январе у вас прошло 600 тысяч групповых баллов. Стали торговым представителем или были торговым представителем без разницы. То есть у вас было больше 10 тысяч баллов. И прошло в ваших ветках по 600 тысяч баллов или более. Тогда в феврале вы становитесь агентом по вашему групповому товарообороту. обороту теперь чтобы стать спецагентом такая же схема должно пройти в два раза больше баллов чем личных требуемых за предыдущий месяц то есть 1 и 4 миллиона баллов если у вас проходит 1 и 4 миллиона групповых баллов за предыдущий месяц вот за февраль прошло и вы были агентом феврале то вы становитесь в марте спецагентом и точно также для дилера какое количество баллов нужно правильно 33 миллиона баллов то есть полтора миллиона умножаем на 2 это 3 миллиона групповых баллов если у вас проходит 3 миллиона групповых баллов за предыдущий месяц это предыдущий месяц и вы были спецагентом то в этом месяце это уже у нас апрель до вы становитесь дилером и далее максимальный уровень дистрибьюторский если у вас проходит 4,8 миллиона баллов групповых, то в мае здесь уже вы становитесь эксклюзивным дистрибьютором. Здесь важно понимать, что подниматься на уровень можно только на один уровень дистрибьюторства по этой схеме, то есть по естественному росту. И в предыдущий месяц у вас должен быть предыдущий уровень дистрибьюторства. То есть если вы хотите в следующий месяц стать спецагентом, в этом месяце вы должны быть агентом тем или иным образом. И важно отметить, что по личным баллам вы никогда не можете спуститься по уровню дистрибьюторства. По групповым баллам вы можете спуститься на более низкий уровень дистрибьюторства, если у вас не был достаточен товарооборот. Например, здесь в апреле у вас прошло 4,8 миллиона групповых баллов. В мае вы стали эксклюзивным дистрибьютором. Но в мае у вас проходят 3 миллиона групповых баллов в ваших ветках. Тогда вы в июне скатываетесь на уровень дилера. До тех пор, пока у вас снова не пройдет 4,8 миллионов. Или вы скатитесь, можете быть еще дальше, если у вас будет еще меньше группового товарооборота. А почему я говорю, что это естественная схема роста? Потому что это в принципе неизбежно. Вы совершаете работу, вы наращиваете вашу потребительскую сеть, она будет расти. Здесь также стоит отметить, что мы рекомендуем чаще всего партнерам по возможности набрать 300 тысяч личных баллов. 300 тысяч личных баллов позволяет вам быть на уровне агента и не скатываться никогда ниже. Это очень важно и очень полезно. Потому что все остальные уровни вы можете уже закрыть естественным образом. А 300 тысяч всегда полезно. Почему? Потому что, если вы помните предыдущий ролик, мы рассматривали бинарный шаг. И первый бинарный шаг, бинарный шаг первого уровня в 300 тысяч баллов, он нам дает либо 5, либо 15 множителей. В каком случае он дает 5 множителей? За бинарный шаг 300 тысяч баллов вы получаете 5 множителей, если вы торговый представитель. И 15 множителей, если вы агент. Что такое множители? Множитель это некая величина, это некий коэффициент, по которому высчитывается та часть денег, которую вы заработали согласно мировому товарообороту. Для примерного понимания, часто мы говорим, что множитель равняется примерно 4 долларам, там плюс-минус, с поправкой на курс валют. То есть здесь вы можете зарабатывать, если вы торговый представитель, условно около 20 долларов, если агент за тот же товарооборот около 60 долларов. То есть в 3 раза больше. Это выгодно. Что касается других уровней дистрибьюторства, для чего они вообще нужны? Уровни дистрибьюторства открывают вам доступ к бинарным шагам больших размеров. Также они открывают доступ к рангам. Следующий бинарный шаг, то есть если это первый бинарный шаг, следующий бинарный шаг в 700 тысяч баллов становится доступным спецагенту. Из-за него вы получаете 30 множителей. Что значит становится доступным спецагенту? Если вы спецагент, если у вас за день проходит 700 тысяч баллов или более, то есть на конец дня в ваших ветках более 700 тысяч баллов, то у вас фиксируется бинарный шаг второго уровня, и вы за него получаете 30 множителей, которые потом перерасчитываются в деньги. Более подробно, как высчитываются множители, мы рассмотрим в следующих видео. Дилеру становится доступен следующий шаг третьего уровня, это полтора миллиона баллов. Это бинарный шаг следующего уровня. И эксклюзивному дистрибьютору становятся доступны все остальные бинарные шаги. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. То есть четвертый бинарный шаг это 2,4 миллиона, пятый это 6 миллионов, шестой это 20 и седьмой это 50. То есть вот эти все шаги становятся доступны эксклюзивному дистрибьютору. Стоит отметить, что такой товарооборот, 700 тысяч баллов даже если взять, каждый день у вас возможен только тогда, когда у вас уже достаточно большой товарооборот. То есть если у вас миллион четыреста тысяч групповых баллов, два раза хотя бы если будет проходить такой товарооборот в вашей структуре, два раза у вас уже будет миллион четыреста тысяч групповых баллов. То есть если у вас вот в предыдущем месяце был такой товарооборот, в этом месяце вы поднимаетесь до спецагента и сможете закрывать эти шаги комфортно. Не стоит стремиться с самого начала ставить первую задачу закрывать большие бинарные шаги. Потому что если почитать по пропорциональным соотношениям, максимально выгодно на первых порах закрывать именно бинарные шаги по 300 тысяч. То есть ваша первая задача будет закрыть один бинарный шаг 300 тысяч, ваша вторая задача будет закрывать несколько бинарных шагов 300 тысяч. Третьей задачей скорее всего станет выход на уровень мастера продаж, а четвертой задачей будет закрытие бинарных шагов по 300 тысяч каждый день. В месяц можно закрывать около 26 бинарных шагов. Бинарные шаги закрываются с понедельника по субботу. Воскресенье как отдельный день не считается. Воскресенье считается как продолжение субботы. То есть суббота-воскресенье это как один день. И в среднем в месяц получается вы можете закрыть 26 бинарных шагов. И максимальную выгоду при минимальном товарообороте вы получаете тогда, когда закрываете как можно больше шагов по 300 тысяч. Стоит также отметить то, что, конечно, нужно стремиться закрывать бинарные шаги более-менее ровные, но не стремиться совсем к идеалу. Потому что в любом случае идеально бинарные шаги закрывать сложно. И они у вас будут закрываться все равно немного кривоватые. И где-то будет больше, где-то будет меньше. И баллы будут сгорать, и это нормально. Просто нужно стараться минимизировать то количество баллов, которое у вас горит для вашей собственной выгоды. По уровню дистрибьюторства еще стоит сказать, для чего они нужны. Начиная с третьего уровня дистрибьюторства вы можете выходить на ранги. То есть, чтобы закрыть первый ранг компании, вам нужен третий уровень дистрибьюторства. Но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Для начала самое главное вам понимать вот эти два уровня дистрибьюторства. Торговый представитель и агент. На остальные уровни дистрибьюторства новичкам мы не рекомендуем обращать много внимания. Самое главное понимать вот эти два, а все остальные придут после. И важно хорошо бы понимать то, что есть два способа повышения уровня дистрибьюторства. По личным баллам и по групповым баллам. Потому что именно возможность повышения уровня дистрибьюторства по групповым баллам позволяет любому человеку, вне зависимости от финансовых возможностей, без вложений, выходить на максимальный доход. То есть, даже с 10 тысячами баллов любой человек может стать максимальным успешным в компании и достичь максимальных рангов за счет группового товара оборота. Ну что, друзья, всем спасибо за внимание. Если что-то было непонятно, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их, пишите их в комментариях. Мы на все ваши вопросы ответим при первой же возможности. И если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и вам обязательно улыбнется удача. Всем успехов!